Всем большой привет, подписчики, интересующиеся здоровьем, поддержаниями своего здоровья. Хотим рассказать своей разработкой о пневмовибромассажере, который сделан на основе аквариумного компрессора. Этот компрессор на два выхода предназначен для снабжения воздухом в аквариуме рыбок и работает с частотой примерно 50-70 Гц колебания создает. Он создает колебания, его мембрана воздушная, которые можно использовать в качестве подачи в массажер. А для этого применяются тройники, переходники, которые есть в любом этом зоомагазине и стоят очень недорого. Шланги в том числе, есть лакуумные шланги резиновые, автомобильные. Есть в магазине свои шланги смысл и идея в чем? Что мы этот воздух можем с этой частотой 50 и немного выше Гц подавать в любые пневмоприборы. Начиная от гренки, допустим, резиновой, которая соединяется шлангом и переходнички. Кончая, допустим, манжета для измерения давления. В чем здесь суть? Мы надеваем, допустим, эту самую манжету и застегиваем ее на том же локтевом суставе, который у нас болит, допустим. И шланг подсоединяем к выходу этого компрессора. Он как раз подходит. Часть воздуха мы можем через стройник спускать наружу, допустим, прямой проход тут кран и часть воздуха можно спускать наружу для того, чтобы регулировать степень надувания этой самой манжеты. Когда включаем прибор в сеть, у нас воздух начинает поступать в нашу манжету. Вот я перекрываю этот спуск наружу, и у нас начинает раздуваться эта манжета, охватывая нашу мышечную группу. Мы часть воздуха потом спускаем. Если мы приложим сюда руку, то почувствуем, что наши мышцы и связки колеблются именно с этой частотой 50 Гц. Происходит такой микромассаж. Который воздействует на сосуды. Сосуды это венозные клапаны здесь, венозные сосуды и лимфососуды. Который имеет свои клапаны и отток лимфы и крови резко возрастает. В результате этого обмен веществ в мышце и в суставе саму резко увеличивается. У нас идет лечебный эффект за счет этого. Мы также можем присоединить к этому массажеру, допустим, гренку. Обычная резиновая гренка со шланга. Надеваем ее тоже на этот самый тройник. И закрываем этот кран, который сообщается с атмосферы. У нас воздух поступает вот с этой частотой 50 Гц. Волна идет в эту гренку. Если мы приложим сюда руку к ней, к этой гренке, то почувствуем, что эти колебания передаются той зоне, которую мы будем массировать. Именно с этой частотой. А с помощью вот этой гренки мы можем, начиная с крестцового отдела, промассировать весь позвоночник. Если мы на нее ляжем, допустим, на тот же самый диван, и будем ее перемещать по позвоночнику, начиная с крестцового отдела до шейного отдела, эти колебания передадутся как раз мышечной группе или тому суставу, сегменту позвоночника, который у нас проблемный, болит. Это примерно, как есть прибор такой, Витофон. Это виброакустический излучатель, который наиболее хорошо восстанавливает вот эти самые проблемные места, в отличие от электромассажера, который за счет мышц. Именно вот этими колебаниями. Вот такой простой прибор, который можно сделать на базе вот этого аквариумного компрессора. А также мы можем использовать эти вибрации, прикладывая сам прибор, допустим, к той же гайморовой пазухе, если у вас воспаление, допустим, или зуб болит, вы прикладываете, и эти колебания, 50, плюс тепло от двигателя, передаются в эту самую пазуху или на этот зуб. То есть параллельно можно делать и мышечный массаж, и прогревание каких-либо проблемных зон. Спасибо за внимание.